Ну, Сочинская Олимпиада становится все большим и большим скандалом, к сожалению. Хотя будем надеяться, что все-таки она будет ярким спортивным событием. И может быть даже нашей команде там повезет, Олимпийская, она завоют хорошее число золотых и прочих медалей. Но сейчас не об этом речь. Конечно, Олимпиады должны быть. Безусловно, любой человек гордится, когда в его родной стране проходит Олимпиада или чемпионат мира. Это по любому виду спорта. Тем более, допустим, по такому, как футбол. Спорт номер один считается по массовости и популярности в мире. Но надо понимать, что принцип «нам нужна победа, и нам нужна победа, и мы за ценой не постоим» – порочный принцип. Порочный принцип государства, который должно считать деньги, должно экономить деньги, должно обеспечивать развитие страны, ее экономики, социальных сфер и так далее. И когда мы понимаем, что наша Олимпиада трижды самая дорогая в мире, когда мы понимаем, что там, на Олимпийских стройках, осуществляется просто чудовищный акт этой коррупции, когда мы видим, какие теоретически и практически могут быть откаты и распилы, то хочется сказать, что такая Олимпиада нам не нужна. Вот такой ценой. И я думаю, что как раз Олимпиада 2014 года, как это ни парадоксально, она очень сильно обострит отношения внутри власти. Поскольку, скорее всего, после Олимпиады 2014 года начнутся разборки, слишком большие суммы, слишком большие цифры, слишком большая ответственность и слишком привлечено внимание абсолютно всех к этой Олимпиаде, начиная от простых граждан до мировых СМИ и политиков первого калибра. Поэтому я думаю, что Сочинская Олимпиада войдет в историю не только как событие действительно спортивное, но и как событие, связанное с огромным количеством иных скандалов. Но это, к сожалению, сегодня объясняется природой нашей власти, абсолютной бесконтрольностью этой власти, абсолютной всевластностью. То есть они могут тратить любое количество денег, которое хотят либо освоить, либо украсть, и никто не может это безумие остановить. Я лично думаю, что в любом другом государстве, где есть контроль за деньгами, за средствами, за бюджетом, эта Олимпиада обошлась бы значительно дешевле, нежели те безумные цифры, которые сегодня называются в Сочи для организации Сочинской Олимпиады 2014 года. Но посмотрим. Я надеюсь, что мы хотя бы спортивную часть проведем достойно.